Приветствую вас дорогие друзья, с вами Иван Кузнецов и мы начинаем нашу интереснейшую серию вебинаров с одним интереснейшим человеком и зовут его Сергей Тумашев. Вы уже успели с ним познакомиться в моих предыдущих видео. Ну что ж, теперь приготовим ваши ручки и повстречаем Сергея Тумашева. Итак, прошу любить и жаловать. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. У меня к вам сегодня один большой вопрос, даже несколько вопросов. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про себя, про ваш цикл человека веяния, про то, чем вы занимаетесь, про то, чем вы могли быть полезны аудитории и все в этом духе. Пожалуйста, расскажите. Я работаю тренером-психологом в различных направлениях психологии. Также выступаю в качестве коуча, бизнес-консультанта. Также провожу тренинги и семинары по межличностному общению, развитию, но об этом, наверное, чуть позже расскажу. На данный момент у меня есть авторская программа, можно так сказать. Она составлена из 16 тренингов и семинаров, которые предлагаются для любого человека, который хочет стать более успешным в своей жизни. А с тебе несколько слов образование, классическое образование. Это первое высшее образование у меня инженер-химик-технолог, это Уральский политехнический институт. Далее в силу специализации, работы мне пришлось закончить. Второе дополнительное высшее образование получить в Уральском государственном экономическом университете в Екатеринбурге и городе. И далее в силу моих интересов, специализации, это психологическое образование, третье высшее образование дополнительное психологическое по специальности тренер-малиопсихолог. Ну вот на сегодня последние 13 лет только и занимаюсь как тренер-психолог различных направлений деятельности. Инфоцентр Мастер образован в ноябре 1997 года, то есть это 14 лет данной организации. Начинали мы как консультанты, бизнес-консультанты, финансовый консалтинг, управленческие тренинги для корпоративных клиентов. На сегодня это любая сфера человеческой области развития, физическая составляющая, здоровье, это социальные отношения, контакты, семья, карьера, личностный рост, а также духовно ориентированные темы, различные техники и темы самопознания, саморазвития и самосовершенствия. Если коротко, то вот таким вот образом. А теперь поподробнее расскажите про ваш годовой цикл человековедения. Да, конечно, с удовольствием. Годовой цикл называется «Человековедение». Слово не я придумал, оно, в общем-то, было известно. Ну, так скажем, в узких кругах есть несколько направлений человековедения. Здесь же я вкладываю свой очень конкретный смысл. Данная программа годового цикла существует 13-й год. Родилась она в городе Перми в силу различных причин. Меня пригласили организаторы работать в этот город, в город Пермь, 13 лет назад. У меня на тот период были готовы некие свои семинары и тренинги, где-то порядка около 5-6 тем. И в связи с тем, что людям понравилось, они получили результат, они получили реальный эффект от этих вот 5-6 семинаров. Стали задаваться различные темы, вопросы по поводу, скажем, у меня сначала не было по теме семьи или по теме определенной телесно-ориентированной психологии. Ну, и какие-то другие темы, которые я не очень-то затрагивал. То есть люди стали подходить, задавать вопросы. И так постепенно из 5-6 семинаров, которыми я работал порядка около 5-6 лет, родился годовой цикл, ну, даже в 16 тем. То есть у нас, как правило, весной по два тренинг-семинара идет, плюс летний какие-то семинары. Годовой цикл составлен не случайным образом. Мы начинаем с того, что предлагаем людям понять, кто они, зачем они здесь, найти ответы на эти вопросы с помощью различных моделей. Это вот первый базовый тренинг-семинар у нас, это типологические особенности людей, которые показывают людям их не сильные, слабые стороны. Я все семинары не буду описывать, я просто как бы блоками опишу. Итак, что такое человековедение? Вот прежде чем, наверное, даже сразу можно было ответить на этот вопрос, давайте посмотрим само это понятие. Оно состоит из трех корневых слов. Чело, век и ведение. Чело переводится на русский язык санскрита как ученик, век – это продолжительность жизни человека, ну, сто лет – это условное метафорическое обознавание, ну, точнее, несколько десятков лет, да, и ведать – это знать. То есть смысл, да, вот самого цикла, оно вот в этом вот названии человековедения, то есть учиться знаниям у жизни. То есть мы пришли сюда, вот я лично рассматриваю жизнь, свою личную, как обучение. Так я отношусь немного-много лет уже, то есть я здесь для того, чтобы чему-то научиться. У меня есть определенная перечень, в кавычках метафорически, конечно, я говорю, программы личностные, потому что научиться всему за век невозможно, но, может быть, есть такие особо одаренные люди, я не встречал. Поэтому есть некий набор предметов, то есть, скажем, да, вот я вот только что в первой части перечислил, что у меня три высших образования, да, то есть, в принципе, многие люди одно получают, при этом разное образование. Это инженер, химик, технолог, при этом я любил эту профессию, я занимался наукой, меня приглашали в аспирантуру в институте, то есть завести каких-то результатов. Второе направление – это экономическая финансо-экономика в связи с тем, что я работал в бизнесе, связанном с ценными бумагами, с финансами, с банковой деятельностью. Мне пришлось, просто пришлось, имея опыт, самостоятельно разбираясь, но я же понимаю, что мне нужен профессиональный педагог, преподаватель, который знает гораздо и может научить меня гораздо быстрее, чем я, как самоучка, буду разбираться. Я просто в это верю. Самому можно учиться пять лет автомобилем управлять, а с хорошим специалистом за два-три месяца уже более-менее научиться водить машину. Здесь точно так же, поэтому и третье образование – это психологическое. Вот в этом смысле, да, человековедение, и мы выбираем какие-то свои направления, потому что всему научиться невозможно, и уже ищем способы и методы, как это эффективно делать. Я же считаю, что мы, прежде всего, учимся неким качествам. То есть мы учимся на самом деле быть успешными и счастливыми людьми. Вот, если коротко говорить, то задача, которая предлагается для решения методов, техники, инструментов, это как любому человеку, любой социальный сфер, любого социального статуса, стать более успешным, более эффективным в решении своих жизненных задач, целей, достижения целей. И для этого, как минимум, человеку нужно ответить на какие-то вопросы, чтобы он это знал. Вот для этого и рожден. Поэтому первый блок у нас идет, первые три семинара – это типология, как я уже сказал, это цели-полагания, определение жизненных целей, опять же, с учетом тех же типологических знаний, на всю жизнь, на всю жизнь, а может быть и дальше, это уже другие темы. То есть человек должен четко понимать, что он хочет, кто он и зачем он здесь. И далее мы предлагаем людям способы и методы, как наиболее эффективно им самим достичь поставленных задач и целей в жизни. Что, безусловно, делает человека более уверенным и спокойным в жизни. Ну или успешным. Успешным – это значит успеть, исполнить свою миссию, свою программу, самореализовать себя, стать спокойным, уверенным мастером в своей профессии, в своем деле, ну и вообще всей своей жизни. По большому счету, это обучение мастерству управления своей собственной жизнью. У меня нет, конечно, иллюзий, что за год можно этого достичь, но базу, вот именно базу, основу, как любое высшее образование, институт не может вас научить быть классным экономистом или финансистом, профессионалом. Он дает вам базу, он дает вам методику, а дальше вы уже сами. Единственный способ чему-то научиться – это реальные практические действия. Теория – одно, практика – другое. Опыт, 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 опыт. Если опыт успешен, 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 ты все делаешь правильно. Вот для этого родилось человековедение. Я люблю эту программу, это единственное, чем я на сегодня, в принципе, занимаюсь. По летним семинарам, летний цикл, опыт показал. В принципе, первые годы летом я просто готовился, сам ездил на тренинги, посещал какие-то места, силы определенные энергетические. То есть, не были такие каникулы, я даже шутил, да, раз я сегодня выступаю в качестве классического преподавателя, ну, не классического, а как раз не классического преподавателя. Тем не менее, я буду использовать ту систему, значит, 9 месяцев – это работа по обучению кого-то, да, кто пришел, участник тренинговых семинаров, а 3 месяца – это отпуск, отдых. Ну, это самообман. Невозможно брать такую паузу, но тем не менее, выяснили, что люди не готовы летом ходить, в силу разных причин, на тренинги, которые в стационарном каком-то там офисе городском проходят. Но люди с удовольствием посещают семинары, которые являются выездными. Поэтому вот уже порядка около 8 лет мы предлагаем людям летние программы, как правило, это посещение так называемых мест силы. Почему так называемых? Потому что, ну, это такая метафора, скажем, близко к некой эзотерике, так можно назвать, да, какому-то такому энергетическому аспекту, который мы тоже даем в человековедении, потому что у нас разделяются очень блоки. Я сказал, это личностный рост, социальный рост – это первые блоки. Далее мы предлагаем блоки человеку самопознания, это психосинтез, субличность, гешталь, разобраться с внутренним миром, понять для себя, что у него внутри, что такое его психика, познакомиться с ней. И даем методы, способы, инструменты, как с ней эффективно работать. А далее мы касаемся неких таких тем, которые позволяют человеку стать наиболее, я бы сказал, гармоничный, целостный, то есть объединить его телесное начало, его эмоциональное, ментальное начало, и понять для него, что такое вообще духовность с точки зрения современной транспарциональной психологии. Отвечая на первый вопрос, я немножко упустил свои специализации, то есть у меня есть специализация, кроме, скажем, бизнес-консультирования или тренингов личностного роста. Мне сегодня больше нравится это. Не личностный рост, а повышение личной эффективности, наверное, это более чем отражает. Хотя, в принципе, и то, и то уместный личностный рост. В том числе и тренинги по коммуникациям, по социальным коммуникациям, семья, коллектив, объединение их в единое целое, команду, потому что для меня у нас две команды базовых, это наша семья и наш коллектив трудовой, с которым мы общаемся. Вот все это отражается и в человековедении, хотя на самом деле летний семинар является дополнительной программой, факультативной, если так говорить, для годового цикла человековедения, хотя и входит в годовой цикл. Вот это поездки различные. На сегодня мы посетили Байкал, посетили Алтай. Есть у нас планы и потребности, и у наших участников семинаров. В заграничных поездках в Индию просят еще куда-то. Вы уже поняли, что это такие достаточно восточные аспекты. Но традиционно мы ездим летом на Аркаим. Это место, в общем-то, сегодня известно, что на интернете большую информацию, где люди получают буквально за два дня на солнцестоянии очень положительный эффект очищения, наполнения и активизации жизненных сил и достижения даже личных целей. Реально у людей получается то, что в народе привыкли называть чудом. То есть какие-то прорывы энергетические в отношении к карьере, здоровье в том числе. Вот программа меняется, появляются новые поездки. И, скажем, мы традиционно ставим какой-то сплав семинар. То есть у нас есть такая программа, как путешествие героев. Это не мой семинар, а не авторский, а американец. А довольно-таки известный, неизвестный, а известный в узких кругах пола Ребила. Вот. Очень такой насыщенный, эффективный семинар, состоящий из девяти актов, условно говоря. Мы его проводили последние годы на реках, то есть плавляясь по усе, по часовой, вратской реке. Сейчас вот в городе есть такие сплавы, как посылы, домолепки, упражнения в зону, объяснения, что это такое, выход из нее. Ну, то есть, в принципе, представлены те аспекты, которые мы есть. Вот физического тела, то есть это телесно-ориентированная психология, работа с телом, какие-то базовые принципы. Йога какая-то базовая, простая. Какие-то упражнения суставные, позвоночные, хотя в этом нет специализации. То есть я бы назвал это такой, знаете, некая такая универсальность некая, да, некая гармоничность. То есть моя задача – это подтолкнуть человека, и чтобы он нашел все-таки то, что для него важно или является слабым звеном. Подсказать, дать намеки, какие-то механизмы, инструменты. А дальше человек сам развивается. Если он хочет, приходит к нам. Есть люди, вот просто могу два слова поделиться. Буквально в последние три года приходят люди, которые приходили, скажем, 13 лет назад, 10 лет назад. И проходили наши циклы. И в силу разных причин они просто находили ответы на свои вопросы. Потому что главная задача цикла штаковедения – это семинары для любого человека, любого социального статуса, у которого есть вопросы к жизни. Не поезд того, кто виноват. Если человек ищет, кто виноват, ну, я с ним разговаривать не буду. То есть я вам объясню, что есть разные стратегии. Кто виноват? Я виноват. Кто-то еще виноват. Родители там, правительство. Это безответственность. Мы людям говорим, хочешь быть ответственным? Приходи. Мы будем давать тебе механизмы, инструменты. И ты действительно в течение года, всего года, если ты посетишь наши семинары, если сам захочешь, будешь открыт достаточно сам себе. Доверишься сам себе, будешь слушать, делать то, что тебе говорят. И найдешь ответы на все вопросы, практически на все, которые были у тебя до того, как ты пришел. Но, как правило, все это знают. Когда человек приходит, он получает ответ, у него появляются еще больше вопросы на те вопросы, которые он раньше не задумывался. Это и есть рост. Это всегда говорит о том, что человек растет. И в какой-то момент, у каждого он свой, у кого-то три месяца, у кого-то год, у кого-то три года, у кого-то десять лет, проходит жизнь, проходит какая-то реальная жизненная ситуация. И у человека ответы на вопросы снова приходят. И дальше он приходит снова. И вот у нас сегодня несколько человек, у меня лично, которые прошли десять лет назад программы, пять лет назад, шесть лет назад. Они пришли, это не второй круг. Это вообще другие люди. В прямом смысле другие личности. Совсем с другими задачами. И они говорят, ну, Сергей, то, что у нас было десять лет назад, это какой-то детский сад. Это действительно, будто мы там были первоклассники, а сейчас мы себя ощущаем выпускниками уже института. Мы решаем те задачи, о которых десять лет назад не то, что мечтать, даже думать не хотели. Не потому, что не думали, а потому, что даже если нам кто-то сказал, подумайте, вы будете решать эти задачи. Мы бы просто с человеком разговаривать не стали, мы бы посчитали, что над нами издеваются. Сейчас они решают эти задачи, и люди говорят, что мы живем несколько жизней, интересных жизней. Как минимум, жизнь становится интересной, увлекательной. Ну, вот коротко, немножко эмоциональной, вот таким образом. Да, и очень скоро я приеду к вам на один из таких семинаров. Я их и не буду рад. По-моему, прошло уже более трех лет, как мы знакомы. Может, чуть больше, может быть, чуть меньше. Да, как мы встретились. Да, и с тех пор реально в моей жизни очень много что изменилось. Буквально все поменялось, все стало сверху. С ног на голову, может, наоборот, все пришло на свои места. Действительно, у меня появились большие достижения во всех сферах, в том числе и в здоровье, в том числе и в финансах, в том числе и в теме личной какой-то реализации. Действительно, могу сказать, что тренинги Сергея, они реально помогают. Они реально помогают нам жить. Благодарю, благодарю вам. Обратная связь мне всегда важна, в любом случае. Тем более, когда человек выбирает путь, условно говоря, тренера, то ты знаешь, у меня особые отношения, потому что я считаю, что это главная специализация. И у меня есть еще один вопрос. Можно я его задам? Да. Вот скажите, пожалуйста, какая главная задача стоит перед современным человеком на данный момент? Как вы это понимаете? Пожалуйста, раскройте данный вопрос. Реально интересно послушать умного человека. Ну, хороший такой, по-хорошему такой глобальный вопрос. Я постараюсь на него ответить достаточно конкретно. Начну с того, что мы живем в уникальное время. Это действительно так. Это не просто рассуждения философские. Уникальность этого времени, прежде всего, нашего времени, вот сейчас мы общаемся, да, сегодня 29 мая 2017 года. Уникальность времени в том, что мы живем в время, которое перенасыщено даже, я сказал, или насыщено до избыточности информации. Сегодня есть информация обо всем. Вот в прямом смысле этого слова. Это, конечно, интернет, но кроме, ну, прежде всего, интернет. То есть сегодня вы забиваете любой термин, любое слово, любую метафору в поисковик, любой Google, Яндекс, я не буду рекламировать, потому что разными тоже пользуюсь. И вы получаете несколько вариантов ответа. Если вас ответ не устраивает, вы забиваете, где это найти. Сегодня даже тренингов учителей, я не знаю, ну, кажется, если взять там последние, даже две тысячи лет назад, всех учителей, которые были известны, сегодня их, по-моему, еще на порядок больше, чем их было за последние две тысячи лет назад. Это не есть плохо, это есть хорошо, потому что количество людей тоже за несколько тысяч лет выросло. Так вот, уникальность современного человека в том, что я просто в этой вере знаю, что если бы я хотел чему-то научиться, скажем, там, тысячу лет назад, даже двести лет назад, мне бы потребовалось десятки лет, вот чему-то одному. Сегодня я могу этому обучиться гораздо быстрее, за месяц. Поэтому, исходя из этого, ну, да, информация, конечно, бывает разная. Твердая, пустая, есть непрофессионалы, есть люди, ну, я встречался недавно, человек мне прислал видео. Ну, хороший человек, порядочный, но он нигде не учился, у него нет опыта. Он пытается что-то сделать, но ему самому надо учиться. Но таких единиц. Информация есть, ее можно проверить, перепроверить, что-то еще с ней сделать. Вот. Поэтому в чем уникальность нашего времени? Прежде всего, это за короткий промежуток времени, просто за свою жизнь даже, давайте вот так поймем, научиться гораздо большему и более эффективно, чем за какое-то любое время в прошлом. Вот. Задача современного человека для этого, чтобы он чему-то научился, а я еще раз напоминаю мое отношение к жизни, не обязательно с ним соглашаться, это именно обучение, и как хорошее обучение мы получаем награду, в виде каких-то материальных доходов, стипендию хотят реальная зарплата за тот труд, который ты уходишь. Это прежде всего найти ответы на как минимум два вопроса. Для этого и цикл человека, и ведение, для этого вся деятельность лично моя, как консультанта, как ведущего семинара, как тренер. Это кто я? Вот кто я? И зачем я здесь? Еще раз подчеркну, это не философские вопросы. Кто я с точки зрения моих социальных ролей? Зачем я здесь? Стать отцом, будь учителем стать профессионалом, правильно питаться. При этом, я четко понимаю, что исполняя свои задачи, я ответил, что я, зачем я здесь? А это значит, я делаю то, для чего я в этот мир пришел. Я пытаюсь обнаружить свой талант. Так вот, за это время можно развить себе талант. Нам природа дала каждому свой дар, каждому свой талант. И если я умудряю за эти годы его развивать, то я молодец, прежде всего, молодец, в хорошем смысле, сам для себя. Я начинаю любить себя. Я начинаю быть более честным самим собой, искренним. И это дает мне силу. Вот знаете, как вспомнилось, в примере, фильм «Брат 2» с Патроновым. В чем сила, брат? В правде. Правда у каждого своя. Найти свою правду принять свою правду. И чем больше я понимаю себя, тем больше я прав для себя. И тем меньше. Годами мне хочется доказывать другим людям свою правоту. Вообще, на сегодня я уже много лет не доказываю свою правоту. Соглашается со мной человек, не соглашается. Ничего, кроме уважения и благодарности любому участнику семинара либо клиенту индивидуальному, я не испытываю. Потому что я просто верю, знаю, что у него своя правда. А вот как раз современный человек должен найти свою правду. А чтобы ее найти, нужно знать, кто ты, зачем ты здесь, какие твои цели, задачи в жизни твои. Не у соседа, не у одноклассника, не у коллеги по работе, а твои. Если ты это находишь, дальше возникает вопрос современного человека. Каким образом я могу это достигнуть? Кто? Те люди, которые будут мне помогать это достигать. И жизнь человека, ну вот опять мы говорим на одной волне, меняется принципиально, кардинально. Не надо спать, надо просто пробудиться. И задача пробудиться от сна механичности, дом-работа, 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 очень узкие рамки ограничения, расширить эти рамки, найти силу внутри себя, реализовать, стать харитматичным человеком, успешным и обязательно гармоничным. Вот это еще одна из главных задач именно современного человека. Имея свой личный опыт перекосов, от материального в духовного, безусловно, есть какой-то опыт. Это все крайности. Я действительно на сегодня абсолютно согласен с одним из величайших учителей человечества Гоутама и Будды. Надо искать золотую середину, надо приходить в равновесие между физической составляющей, эмоциональной, ментальной. Личность, разум, дух, душа должны быть партнерами. Если это у человека получается, человек получает колоссальный ресурс для того, чтобы быть успешным, эффективным и успешным, опять же, с точки зрения именно истинного смысла. Безусловно, надо быть успешным, и это замечательно с точки зрения символов успеха. Власть, авторитет профессиональный, социальный статус, материальный достаток, финансы, это надо, мы живем в материальном мире. Но это только один слой в видимой части. Второе, если ты все это имеешь, но испытываешь страх в жизни, значит, ты негармоничен, значит, ты не решаешь задачи. А вот если иметь это все, и это растет, материальная составляющая символов успеха, а ты, кроме этого, испытываешь такие качества, и они растут, как спокойствие, уверенность в самом себе, прежде всего, доверие к себе и к жизни, ну, тогда, я считаю, человек справился с этими задачами. Ну, и, безусловно, получать моральное и материальное творение от самого себя, от жизни, от своей деятельности, и становиться все более и более здоровым человеком. Во всех вкусах. Действительно, классные слова, и это реально заряжает. Блин, я так здорово, скоро я к вам приеду на семинар, уже буквально завтра к вам приеду на семинар, и это будет здорово. Вот, ну, я благодарю всех слушателей, которые нас сейчас слушали. Напоминаю, что это всего лишь начало, у нас с вами еще будет несколько интереснейших вебинаров с этим замечательным человеком. Обязательно пишите ваши комментарии под видео, не будьте равнодушны к этому видео. Я надеюсь, вам понравилось, что мы сегодня придумали. Благодарю, Иван, да, и всех слушателей. Спасибо. Всем большое спасибо, с вами был Иван Кузнецов, и до новых встреч, всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!